Сегодня кажется, что Новый год с его ночными застольями, фейерверками и нарядной ёлкой был в России всегда. Но на самом деле традиция эта для нашей страны относительно новая. Ей нет и двух веков. Татьяна Васильевна Маркина сотрудница музея-усадьбы Рукавишниковых. Она приложила руку к созданию новогоднего настроения в залах бывшего купеческого дома. Своими знаниями о празднике Татьяна Васильевна охотно делится с другими. Ведь многие юные посетители музея часто даже не догадываются, что ёлка – это символ Рождества, а не Нового года. В 8 веке святой Бонифаций хотел язычников обратить в христианство. И он повелел срубить дуб, которому они поклонялись. Когда дуб падал, он вокруг повалил все деревья, и только молодая ёлочка осталась целой невредимой. И тогда он сказал, пусть это дерево будет деревом Христа. И вот отсюда пошла традиция устанавливать в рождественские дни ёлку. Поначалу ни о каких украшениях речи не шло. В Германии на Рождество было принято просто сажать молодые ели. Желание внести украшенное дерево в дом появилось у европейцев только в 17 веке. Через 100 лет эта мода пришла и в Россию. В нашей стране долгое время Новый год не был зимним праздником. Наступление его до конца 15 века отмечали в марте, а в 16 веке – 1 сентября, когда крестьяне начинали собирать урожай. Лишь в 1699 году царь Пётр I повелел встречать Новый год на европейский манер – 1 января. По царскому приказанию празднования должны были длиться целую неделю. В это время жгли костры, полили из пушек и украшали дома. В частности, он повелел украшать ворота домов, крыши домов ветками ели. Но эта традиция очень долго не приживалась. И в основном она прижилась в кабаках и трактирах. На входе в трактир или в кабак и на крыше устанавливалась елка. И она, как правило, стояла там до следующего года, до следующей зимы. И поэтому существовало такое даже выражение в народе – сходить к елкину – это значит сходить в кабак. И только в 40-е, 50-е годы XIX века эта традиция устанавливать елку в домах начинает приживаться у нас в России. Лесная красавица, как и в Европе, стала символом Рождества. Ведь по юлианскому календарю оно наступало раньше Нового года. Считается, что впервые большое украшенное дерево установили в Санкт-Петербурге на Екатерининском вокзале в 1852 году. А бычий понравился горожанам, и елки стали наряжать в домах. Ну и сохранялась очень долгая традиция украшать елку различными сладостями. И даже в кондитерских Санкт-Петербурга продавались так называемые сладкие елки, которые были увешаны марципанами, вкусными конфетами и печеньями. Эти елки были очень дорогими и стоили до 200 рублей. Поэтому, конечно, позволить себе могли такие елки только богатые, состоятельные люди. Стеклянные игрушки в то время были очень редкими. Их привозили из Европы, и такие наборы стоили дорого. Даже в домах аристократии предпочитали создавать украшения своими руками. Зимними вечерами семьи собирались в гостиных и делали игрушки из ткани, картона, ваты. Но все равно на веточках ели рядом с конфетами и орехами в золотой фольге появлялись покупные украшения. Например, вот такие фигурки зверей из Дрездена. В коллекции нашего музея сохранились такие дореволюционные игрушки, сделанные из прессованного картона. Это, например, лев, слон, олень, которые украшали дореволюционные елки. Ну и также различные куколки вешались. Ну и, конечно, на елку обязательно устанавливали свечи. Конечно, не в каждой семье, но свечи, они действительно загорались, горели настоящим огнем, это было небезопасно. И для того, чтобы поджечь такую вот горляду свечей, они соединялись ниткой, которая смачивалась раствором фосфора, содержащегося вещества. Эту нитку поджигали, и в мгновение ока загоралась вся елка, зажигалась свечами. Первоначально на елке ставили 12 свечей по числу апостолов, или, как объясняли позднее, по количеству месяцев в году. Верхушку дерева украшала восьмиконечная вифлеемская звезда. Дети в каждой семье с нетерпением ждали торжества, потому что под елкой родители всегда оставляли для них подарки. Знакомые современным ребятам Дед Мороз и Снегурочка среди праздничных героев появились только в конце XIX века. С начала XX века елки все больше и больше набирают обороты, но и появляется главный новогодний герой – это Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Нужно сказать, что прообразом Деда Мороза является Святой Николай, покровитель странствующих, покровитель путников, защитник их во время дороги и пути. И поэтому за рубежом, в Европе в частности, в Америке, этот герой называется Санта-Клаус, что переводится Святой Николай, а у нас он называется Дед Мороз, и он наделен чертами не только Святого Николая, но и такого волшебного, сказочного, доброго деда. Снегурочка у него появилась тоже не сразу. Вначале в русских домах появлялась бабушка Зима вместе с Дедом Морозом. Ну а потом, видимо, по мотивам русских сказок и сказка Островского «Снегурочка» всем известно, Деда Мороза стала сопровождать такая внучка Снегурочка, красивая, веселая девочка, которая тоже приносит счастье и радость в дома, в семье. Массовые елки поначалу устраивали даже в советское время. Но в 1929 году Рождество было названо Поповским праздником и официально отменено, а Новый год стал обычным рабочим днем. Только в 1935 году елка была реабилитирована, и новогодние гуляния признаны прекрасным развлечением для детей трудящихся. Сегодня елка снова царица праздника. Ее украшают фабричные стеклянные шарики, мишура и электрические гирлянды. Но старые елочные игрушки все равно вызывают умиление и восторг. И так же, как и век назад, в старинных залах слышен смех, а маленькие ручки мастерят что-то из бумаги и ваты. Очень дорогие, и подолгу можно рассматривать те игрушки, которые, например, связаны вот у меня с моим детством, или которые я видела на елке у бабушки висели. Это и стеклянные, и картонные игрушки, и игрушки из ваты. И я даже вот вспоминаю, что сами мы в школе, когда учились в советские годы на уроках труда, мы делали эти игрушки. Это и цепочки из бумаги, которые мы клеили, это и снежинки, которые мы вырезали. И мы делали какие-то редиски и морковки, из ваты накручивали ее на проволоку и раскрашивали потом краской. Вообще этот праздник, это праздник детства, это какие-то очень теплые воспоминания, наверное, у каждого. И дети, которые вот сегодня пришли к нам в музей и сделали игрушки своими руками, конечно, может быть, у них дома стоят очень красивые разукрашенные елки. Но то, что они повесят игрушку, сделанную своими руками, и запомнят этот процесс, и руки запомнят, сохранят вот это действие, это тепло, во время которого они сделали эти игрушки, это дорогого стоит. Вот это, наверное, им запомнится больше, чем то, что они купили в магазине и повесили на елку. С детства многие привыкли к Новому году и Рождеству делать подарки своими руками. Ведь эти праздники семейные, и так приятно знать, что кто-то из близких людей с любовью мастерил для тебя елочную игрушку. Но не у всех в праздничные дни получается провести время с родными. Например, такой возможности лишены пожилые люди в домах престарелых. Порадовать их решили волонтеры общественной организации «Территория добра». Они организовали мастер-классы, чтобы научиться делать подарки для своих подопечных. Люди, которые живут в доме престарелых, им как раз больше всего не хватает именно вот этого тепла. И бывает так, что когда приходишь просто вручить им подарок, бабушка вот так за руку тебя берет и не отпускает. И начинает тебе что-то рассказывать, и по руке тебя гладит. И то есть просто вот понимаешь, что им нужно просто, чтобы кто-то рядом посидел, выслушал, порадовал вот какой-то вот такой вот домашней вещью, не из магазина, а вот именно то, что они же понимают, что это делали люди своими руками и думали о них, да, что это делают для них. У пожилых людей у них какая-то другая радость. Дети радуются, потому что у них это первый раз, а у взрослых, у пожилых людей это буря воспоминаний как-то вот оживляет. Они вспоминают, наверное, свое детство, наверное, свою счастливую жизнь, когда они дарили подарки своим детям. Вот, я думаю, что вот самые светлые воспоминания вот они получат именно, когда будут держать в руках наши, ну, может быть, не очень удачные, но от всего сердца сделанные игрушки. Во время мастер-классов было сделано несколько сотен открыток и елочных игрушек. Их создавали не только взрослые, но и дети. В праздничные дни эти подарки принесут радость семи сотням пожилых людей и инвалидов. На елку обязательно повесим эти игрушки, раздадим по комнатам проживающим, они украшают свои комнаты. Радуются, как дети. Мы, в свою очередь, здесь тоже проводим кружки, они тоже сами делают. То есть они знают, как эти игрушки даются, как бы самодельные, поэтому будут очень рады. С самого начала стараюсь преследовать цели, чтобы у нас проходила связь поколений, чтобы детки, их родители заботились о старичках. И мне кажется, что чем больше мы будем говорить об этом, чем четче мы донесем информацию подрастающему поколению, да и, наверное, нашим ровесникам тоже, тем выше шансы, что численность домов престарелых не будет пополняться в будущем. Принесли вам сладкий подарок и желаем вам в новом году побольше улыбаться, побольше вам здоровья и хорошего-хорошего настроения. Сормовский дом-интернат для престарелых и инвалидов волонтеры территории Добра опекают уже три года. Здесь постоянно живут 70 человек, и все они радуются каждому визиту добровольцев. Молодые люди привозят необходимые пенсионерам вещи, устраивают для них концерты и чаепитие. Мы так благодарны от всего сердца, вот от всех говорю, что мы очень и довольны. Уж даже не как подарком, как вот, а уж вот сегодня такой концерт. О, это бесподобно, бесподобно. У нас такое впечатление будет, вот вы можете представить, до следующего Нового года. Как в сказке скрипнула век, Все мне ясно стало теперь. Праздник завершился веселым действом. Настоящие Дед Мороз и Снегурочка подарили жителям интерната самодельные открытки. Их бабушки и дедушки будут долго хранить и часто перечитывать. Ведь в каждой искренние пожелания хорошего настроения и здоровья, которых им так часто не хватает. Настоящий Дед Мороз и Снегурочка подарили жителям интерната самодельные открытки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дед Мороз и Снегурочка подарили жителям интерната самодельные открытки.